Европу не получится создать в один момент или на основании одного единственного плана. Она будет строиться на основе конкретных достижений, с которых начнется построение фактической солидарности. Объединение народов Европы требует ликвидации векового противостояния Франции и Германии. Все предпринимаемые действия должны затрагивать в первую очередь эти две страны. С этой целью правительство Франции предлагает незамедлительно предпринять действия в одной узкой, но решающей области. Это ключевые слова из декларации министра иностранных дел Франции Робера Шумана, обнародованной 9 мая 1950 года. А узкой, но решающей областью предлагалось избрать франко-немецкое производство угля и стали и поставить его под управление общего высшего руководящего органа в рамках организации, открытой для участия других стран Европы. Европейское объединение угля и стали стало предшественником Европейского Союза. День 9 мая в память о той декларации Шумана ежегодно отмечается как День Европы. Сам Робер Шуман почитается одним из отцов-основателей Европейского Союза. А вместе с ним к отцам-основателям причислены канцлер ФРГ Конрад Аденауэр, премьер-министр Люксембурга, Жозеф Беш, нидерландский политик и банкир Йохан Виллем Бейн, премьер-министр Италии Альчидо де Гаспери, французский предприниматель и государственный деятель Жан Мане, а также бельгийский политик Поль Анри Спаак. Так чего же хотели отцы-основатели Евросоюза помимо контроля над производством угля и стали? И где на самом деле корни современной единой Европы? В студии историаты Дмитрий Будевич и Алексей Синокосов. Здравствуйте. Добрый день. Отцы-основатели Евросоюза. Если мы говорим про Европу, если вот копнуть в самую глубину веков и посмотреть, с чего же начиналась Европа, то мы вспомним... Хорошие слова для песни. Мы вспомним даже не Древнюю Грецию, надо вспомнить Финикию. Синокосов Алексей Георгиевич. Окончил Московский государственный университет имени Ломоносова, исторический факультет. Кандидат исторических наук. Научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Автор трудов. Англия и Антанта на пути к военно-политическому союзу 1907-1914 годы. Военно-техническое сотрудничество России со странами Антанты в годы Первой мировой войны. А также ряда других работ. Надо вспомнить Финикию и вспомнить, что в финикийском языке впервые появилось слово, обозначающее Европу. Это слово Эрэб. Эрэб, то есть это страны Запада, страны заходящего солнца. Закатные страны. Да, закатные страны. И в финикийском языке было и другое слово. Асу. Асу – это страны на восходе. Страны восходящего солнца. Как вы можете понять, Асу – это будущее Азия, то есть это страны восходящего солнца. И Эрэб – Европа, это страны заходящего солнца. Далеко смотрели Финикии. То есть вот, можно сказать, впервые именно у финикийцев появляется термин, обозначающий вот этот вот... И это залегло в этимологию, да, понятия Европы. Ну, это в легенду ушло, да, о похищении Европы Зевсом. О, сразу видим картинку. Метафора там, да. Да, да. У древних греков появляется слово Европа. Мы помним, да, этот миф о том, что Европа была похищена Зевсом, принявшим обличие быка. То есть вот у греков уже активно этот термин Европа фигурирует. И здесь надо еще иметь в виду, что Европа в разные исторические периоды имела, ну, разный смысл. Потому что территория Европы, она менялась со временем. То есть вот если брать не географическое понятие Европы, да, а брать вот ее в историческом контексте, то мы увидим, что, скажем, древняя Греция, она существенно отличалась по своей территории от современной Европы, да. То есть это были... это не только Балканский полуостров, но это и Малая Азия, и это греческие полисы там по побережью, там, Северной Африки. То есть вот эта Эллада, да, она существенно отличалась по своей территории от современной Европы. И Древний Рим, который наследовал Древней Греции, тоже Римская империя, она, скажем так, отличалась по своей территории от современной Европы. Но именно Римская империя, она заложила многие, скажем так, идеи, понятия, которыми пользуются современные европейцы. Если мы посмотрим на Средние века, то мы тоже увидим определенные переклички, параллели с идеей европейского единства. Потому что в Средневековой Европе были институты, да, которые позволяли тогдашним европейцам объединяться. И здесь мы прежде всего должны вспомнить католическую церковь с ее идеей духовного единства Европы. Причем Римский Папа был... Вселенскую, как она себя позиционирует, да? При этом Римский Папа был не только духовный глава, но он еще и претендовал на светскую власть. Потому что он заявлял о том, что духовная власть выше светской, короли должны подчиняться власти римского Папы. То есть вот такая идея единой Европы. Еще и духовное единство, да, в какой-то мере. Вот идея единой Европы на основе католической. Я думаю, что она, позвольте, да, вклинивесь, она, наверное, не только тоже, да, а она как бы пришла на смену, да, потому что римское единство, оно политическое, да, оно государственное единство. Конечно, это мир, где фактически властвует римское право. Буневич Дмитрий Сергеевич. Окончил факультет архивного дела историка архивного института Российского государственного гуманитарного университета. Магистратуру университета имени Николая Коперника в Польше. Аспирантуру Института Европы Российской Академии Наук. Кандидат исторических наук. Научный руководитель Института русско-польского сотрудничества. Преподает в МГУ и РГГУ. Автор более 40 научных публикаций. Среди них монография «Современная Польша» в соавторстве. Научный редактор книги «Польша в борьбе за Восточную Европу. 1920-2020». Главный дар римлян нам, да, и дар, который непрерывно сохранялся в Европе, это право. Потому что, как делать бетон, условно говоря, в какой-то момент люди забыли. Как делать акведуки, забыли. Дороги... Мыло тоже забыли. Да, мыло. Много чего забыли. И права нет. А вот римское право, римское право, оно сохранялось... Не забыли. Не забыли, да. Но после того, как римская империя, как политическое единство исчезло, во-первых, осталась память о нем. Вот этот некий миф Рима, миф империи, который представлял для очень многих таким образцом, золотым веком и так далее. Это, кстати, идея заложена у Данте, да, монархии. И вот предвестие нового времени и так далее. Высокое средневековье воспроизводит именно вот это понимание римского начала. И еще, и еще, вспомним крупнейшее государственное образование эпохи средних веков, священная римская империя германской нации. То есть, эти средневековые германцы, они пытались воспроизвести римскую империю в новых условиях. Собственно, первый император Запада, Карл Великий, да, он же, ну, так сказать, мы называем его, так сказать, Франкской империей и так далее. Но сам себя он позиционировал как римский император, да, как римский император. Они были все римскими королями для этого, да? Естественно, да, которого папа, так сказать, торжественно на Рождество, да, возложил на него внезапно корону. И он был поражен. И очень интересно, так сказать, да, сразу перекинуть мостик современности. Как называется самая главная премия, которая вручается Европейским Союзом за успехи в интеграции? Да, премии имени Карла Великого, которую вручают, так сказать, в Ахине успешным деятелям евроинтеграции. Именно в Ахине? В Ахине, конечно, историческая столица императора Карла. И ключевой, один из ключевых двухсторонних договоров, который существует в Европейском Союзе, это договор между ФРГ и Французской Республикой о согласовании своих позиций перед, там, ключевыми саммитами Евросоюза, да, о максимальной, так сказать, интеграции, взаимной и так далее, это Ахинский договор, который был обновлен, да, вот совсем недавно Меркель и Макроном, да, а не Елисейский договор. То есть вот та модель, которая заложена в 50-м году, да, вернее, та идея, да, вот как бы последняя, наверное, редакция, да, концепция европейского единства, она действует до сих пор, франко-германская. Ну, это ключевая, вот ось такая ключевая. Ну, это хорошо, что вспомнили вот эту империю Карла Великого. Карл Великий, король франков из династии Каролингов. С 800 года император Священной Римской империи. В результате многочисленных войн с соседними королевствами и племенами объединил почти всю Центральную и Западную Европу. Активно развивал право, издавал законы, созывал съезды светской и церковной знати, ввел письменное дело производства. После его смерти империя была разделена, да, на три части. Так вот, именно тогда, вот ко временам этого Карла Великого, возникло тогда соперничество между Францией и Германией. Потому что во Франции Карл Великий считается французским королем, а в Германии он считается германским. Все, что так считался. И, соответственно, считался. Да. Вот, начиная с того времени, это перетягивание каната между Францией и Германией по вопросу, а кто из них главный, кто главнее. Ну, франки тоже разные были, да, были те франки и такие франки. Ну да, в общем-то, вот эта вот империя Карла Великого считается, что договор о ее, так сказать, разделе между его наследниками положил начало трем народам и трем государствам. Собственно, западная часть стала будущей Францией, восточная стала будущей Германией, а центральная и южная – это, так сказать, зачаточка Италии. Причем центральная, вот то, что отошло к лотарю, это стало лотаринге, и лотаринге стало яблоком раздора между Францией и Германией на последующие тысячу лет. Да, да. Ну, это, так сказать, немножечко, может быть, уже такой нарратив 19 века, там, 18-го. Да, это романтическая, конечно, такая во многом концепция, но, тем не менее, она, так или иначе, правдоподобна. Конечно, конечно. И, собственно, вот это очень интересно. Действительно, за Карла Великого в 18-м, 19-м и 20-м веке спорили, все-таки, кто он, первый француз или первый немец. Да, а теперь, наоборот, его сделали таким первым общеевропейцем. Но характерный момент еще один. В истории Европы, несмотря на то, что действительно были такие весомые институты типа католической церкви, бывает империя Карла Великого, но все-таки так получилось, что в истории Европы в средние века и в новое время не оказалось страны, которая могла претендовать на безусловное лидерство. И если сравнить Европу, допустим, с Китайской империей, да, Китай тоже был в отдельные периоды истории разъединен, но все-таки вот эта идея китайского единства, там она укоренена. А вот в Европе так получилось, что... Ну, там же другая вообще проекция, как бы, да, поднебесная. Верно. Там конструкторы иначе собираются, да, имперские. Но все-таки вот в Европе вот эти вот, хотя идеи единства присутствовали, но все-таки они были недостаточно сильны для того, чтобы Европа могла объединиться. И им была очень сильная оппозиция, да. И для многих европейцев, да, вот эта имперская идея, она была не столь привлекательной, да, потому что, скажем так, все враги Габсбургов, там, в 16-м веке, в 17-м веке, как раз считали, что вот это страшно, да, что если там условный Карл V или там Филипп II, вот эти Габсбургский дом, если он будет господствовать, то это страшно-страшно, это ужасно. И даже если мы откроем там Генриха Мана, да, молодые годы короля Генриха Наваррского, мы увидим, как совершенно четко прописано, что вот король Генрих Наваррский, который король Франции Навара, вот он хороший персонаж, да, потому что он отстаивает идею национального государства. Елизавета Английская хороший персонаж исторический, потому что отстаивает, так сказать, независимость Англии. А вот Габсбурги, которые бредят такой католической империей общеевропейской, это вот негативные персонажи. Это же, как мы понимаем, еще внутри немецкие, да, такой вот конфликт прусско-австрийский. Конечно. Это как бы еще внутри немецкая, даже шире европейская, но германская коллизия еще между собой. Да, то есть вот эти вот два процесса, они... Ну, тоже разные модели единства. Да, они шли параллельно, то есть с одной стороны было движение 18-19 века национальное, что должны формироваться нации и государства, там, да, или государства нации, а с другой стороны параллельно была идея о том, что нет, все-таки Европа должна каким-то образом объединяться. И вот это вот очень интересное столкновение, да, потому что французская революция, она одновременно нам подарила и пример, так сказать, первого по-настоящему национального государства, да, и государства нации. А с другой стороны, тут же, да, подала пример вот попытки военного объединения Европы, да, потому что Бонапарт, конечно, это... Про это хотелось бы сказать идеальное объединение. Вот французский сценарий, да? Мы уже перешли к новому времени, так вот, в новое время было два сценария возможного объединения Европы. То есть идея была, она активно обсуждалась, но реалистично было два варианта. Первый вариант – это какое-то наиболее сильное государство объединяет Европу военным путем вокруг себя. И вот этот сценарий, он активно воплощался, сначала пытались Габсбурги его в жизни провести. Габсбурги – одна из наиболее могущественных монарших династий Европы на протяжении Средневековья и Нового времени. С 1342 года непрерывно правили в Австрии. С 1438 года занимали престол Священной Римской империи, после распуска которой возглавляли многонациональные Австрийскую и Австро-Венгерскую империи. Правители всех перечисленных государств имели резиденцию в Венском Хофбурге. Потом Франция Людовика XIV. Потом самый, наверное, такой успешный заход – это Франция Наполеона. Наполеону, ему практически удалось объединить Европу вокруг Франции, но ненадолго. Потом, если посмотреть дальше, будет Германия, и Второй Рейх, потом Третий, тоже два таких захода. Вот, в общем, эта попытка вооруженным путем объединить Европу, она провалилась. И был второй вариант – путь добровольного объединения. Путь добровольного объединения – это исключение какого-то вооруженного насилия, это равноправие договаривающих сторон. И вот этот второй путь, он, в общем-то, после Второй мировой войны стал преобладающим. Ну, а после Наполеона все вот таможенные… Ну, я все-таки хотел бы сказать, что Священный Союз, да, Священный Союз, который предложил… Священный Союз, как Священный Пакт. Священный Союз – союз России, Австрии и Пруссии, созданный в 1815 году по инициативе императора Александра I. В дальнейшем к Союзу присоединились все европейские монархии, кроме Англии, папы римского и турецкого султана. Вошел в историю европейской дипломатии как сплоченная организация с резко очерченной клирикально-монархической идеологией, созданная на основе подавления революционных настроений, где бы они ни проявлялись. Просуществовал до 1833 года. Попытка какой-то формы европейского единства, да, и опять же, европейского единства на основе братской любви монархов и христианской любви всех народов Европы. Такая болтаническая какая-то, да, была конструкция? Ну, это была очень красивая, но мы, опять же, должны понимать, что это не просто идея, которая родилась тогда, вот такой фантазер был Александр I, да, что Европа фактически 20 лет с лишним просто находилась в ситуации войны, тотальной войны, в которой постоянно люди гибли сотнями-сотнями тысяч, уничтожались предметы искусства. То, что мы все знаем, Наполеон в Кремле, Наполеон в Москве, вот эти вот эксцессы безобразные, но это же творилось по всей Европе. Во имя каких-то высоких идеалов, да, которые исповедовали последователи. Во имя Вячеславия его там, да. Нет, ну они же несли еще сивилизасиум, да, вот этим варварам. То есть они свет просвещения, короче, преломленный в наполеоновской императорской коронии. Эксцесса Александра I была, собственно, понятна, да, что вот мы пришли к каким-то границам, которые мы установили по итогам наполеоновских войн. Эти границы, они утверждены всеми. Мы никого не дискриминировали, кстати, да, потому что Франция, несмотря на поражение, за ней был признан статус великой державы, да, то есть никто ее не поражал в правах всерьез и не ставил под сомнение значение французской культуры, там, так сказать, легитимность французского правительства и так далее, да. И вот эти вот государства, которые образовались по итогам наполеоновских войн, они должны были отказаться от войн между собой, да, они должны были решать возникающие проблемы на основании конгрессов, которые должны регулярно собираться с тем, чтобы главы государства или правительств согласовывали интересы. И самое главное, что они должны положить в основанию своих отношений идею, ну, евангельскую идею, да, братской любви, как бы это странно ни звучало. На самом деле, можно говорить, так сказать, о плюсах, о минусах вот этой венской системы, но, в общем-то, по-настоящему общеевропейских войн не было на протяжении 100 лет. И не только их не было на протяжении 100 лет, и за эти 100 лет Европа стала окончательным мировым центром силы и гемой. То есть весь остальной мир попал в зависимость от Европы за эти 100 лет. Я еще добавлю, Европа 19 века, да, Дмитрий Сергеевич об этом сказал, она фактически правила миром. То есть Европа – это был мировой центр. И вот шесть европейских столиц, включая и Санкт-Петербург, они действительно вот между собой делили весь мир. Ну да, была Америка, там в этом западном полушарии, она стояла особняком, но в остальном весь мир принадлежал Европе. И миропорядок определялся в Европе. То есть Европа – это был действительно центр мира. При этом, я напомню, что до войны, до Первой мировой войны, европейские страны, они с точки зрения экономики достаточно активно взаимодействовали между собой. И вот тот уровень тарифов, таможенного налогообложения, который существовал накануне войны, он был потом превзойден в Европе только в 80-е годы 20 века. То есть это действительно был такой либеральный экономический миропорядок, дополненный… И, кстати, пересечение границ достаточно свободно было, да? Да, свободное пересечение границ, дополненное тесными… Большинство стран Европы перед войной – это были монархи, и эти монархи были связаны тесными узами родственными. То есть Европа – это такая общая монархическая семья, которая управляла разными европейскими государствами. И те же романовы, их связывали тесные династические узы и с гагенсолерными, и с английской династией. В общем, короче говоря, Европа – такая одна большая правящая монархическая семья. Да, поэтому есть такое представление о том, что, собственно, и Первая мировая война, и Вторая мировая война – это не совсем мировая война, это гражданская война Европы. Да, да, есть такой подход. И, в общем-то, мне кажется, он не лишен основания, потому что, действительно, если он возьмет 1913-14 год, накануне войны, это очень взаимосвязанные и на гуманитарном уровне, и на экономическом уровне, и на политическом уровне, и на духовном страны. То есть, действительно, такой сплетен. И поэтому, кстати, многие не верили в возможность вот такой вот по-настоящему серьезной европейской, общеевропейской войны, потому что люди говорят, ну как же так, да, мы соединены железными дорогами, телеграф нас соединил, да, у нас экономические взаимосвязанности очень серьезные. Неужели люди пойдут на войну, да, которая принесет столько убытков, ради чего, собственно? И вот Первая мировая война – это катастрофа, это разрыв вот этого общеевропейского единства, и вот эти европейские страны в межвоенный период, они пытались приспособиться к новой реальности. Вот это очень интересный момент, потому что вот у европейской интеграции после Второй мировой войны, это была ваша предыстория, а что они пытались сделать в 20-е и в 30-е годы? Вот это интересно. Франция пыталась воплотить в жизнь идеи Малой Антанты, то есть она пыталась кооперироваться с новыми странами, образовавшимися в Восточной Европе, пытаться с ними выстроить такой союз, чтобы сообща, вот пытаться управлять Европой, да. Англия ушла в свои колонии, в свою британскую империю, и пыталась выстраивать это свое... Содружество. ...британское содружество. Кстати, именно тогда, в межвоенный период, она стала давать государственную независимость этим своим доминионам. Именно тогда Австралия, Канада, Новая Зеландия фактически обрели независимость. То есть переформатировала имперскую систему, постепенно ее превращая в современное... Тогда же, в межвоенный период, это небезызвестный австрийский граф Куденхове-Калерге. Рихард Николаус фон Куденхове-Калерге. Австрийский философ, писатель, политик. Первый лауреат премии имени Карла Великого. От его представлений, изложенных после окончания Первой мировой войны в манифесте «Пан Европа», происходит понятие европейской идеи, европейского самосознания и европейской идентичности, которые были положены в основу Европейского Союза. По его мнению, единая Европа должна стать экономическим, культурным и политическим противовесом США, России и Восточной Азии. Там, в этом трактате, он говорил о том, что Европа должна объединиться или погибнуть. Потому что без объединения Европы мы все поодиночке пойдем. Причем интересно, какими он угрозами апеллировал. Я с интересом ознакомился с этим трактатом. Так вот, главный стимул для объединения Европы, с точки зрения графа, это была угроза со стороны России. Советской России. Не только советской. Там он пишет, что со времен Петра Великого единственным смыслом существования России является завывание Европы. Я позволю сказать, это он пересказывает, как известно, Тютчева, который произнес свою максимум. С тех лет, когда появилась империя Петра Великого, империя Карла Великого стала невозможна. Ну, в данном случае... Не дало предугадать, как наше слово. Я не думаю, что он пересказывает... ...австрийского дипломата, а известно, что именно Австрия в предвоенном мире была таким оплотом антирусских настроений. Австрия испытывала постоянную скрытую угрозу со стороны России. Вот это Кутенхоф и Калергия это транслируют. Ну, и миф был, как знаменитый завещание Петра Великого, так называемое. Да, Россия угрожает Европе, там, это Монгольская империя, там, Аттила, Чингисхан, кровожадные орды этих большевиков. И еще интересно, что он пишет, что белая Россия еще хуже, чем красная. Она еще больше угрожает Европе, потому что имеет такой налет цивилизованности, и поэтому она еще более опасна. Потому что она до Парижа дошла в свое время. Еще более опасна, и поэтому Европа должна объединиться, чтобы сообща противостоять этой российской агрессии. Вот один из символов объединения Европы. Это восточная угроза, орды, какие бы они ни были. И еще одна очень интересная мысль, которую Кутенхоф и Калергия в своем этом трактате высказывают. Он говорит о том, что границы Европы не определены. Они подвижны и исторически обусловлены. И если завтра границы Европы пройдут по Уралу, ну, мало ли что может случиться, то это нормально, мы должны эти границы сообща защищать. В общем-то, гиперборейские горы, это старинное измерение. У меня такое ощущение, что когда Гебель свою речь в спортпаласе произносил в 43-м году, он такое ощущение, что он перед этим перечитал эту пан Европу, и потом он стал про эти монгольские орды и про восстание степей угрожающей цивилизации рассказывать. То есть, в 20-е, в 30-е годы в Европе на Ура заходили идеи об этой русской советской угрозе. И это действительно был один из стил... То есть, не только советской, большевистской и так далее, а вообще русской как таковой. Он об этом прямо написал, что Россия, хоть красная, хоть белая, это угроза европейской цивилизации. И мы должны объединиться, чтобы сообщать и угрозе противостоять. И вот, собственно, это один из таких мотивов очень явных. А наши отцы-основатели? Наши отцы-основатели, когда основывали Европейский Союз, они были люди уже не молодые достаточно. Поэтому всё, о чём мы говорим, это не просто исторические события, это события их жизни. И ещё, и вот то, что говорил Куденхоф о Калерге в своём трактате, то, о чём он предупреждал всё это в 45-м году, с их точки зрения и случилось. Действительно, монгольские орды заняли Восточную Европу, и советские танки, вот они стоят на Эльбе, и того и гляди, не сегодня, не завтра они пойдут дальше к Ла-Маншу. То есть, в этом смысле, советская угроза всё время была у них перед глазами, когда они, собственно, вот эту объединённую Европу начали создавать. Конечно. Ну и, собственно, на самом деле, приход американцев воспринимался тоже как трагедия. Потому что, конечно, орды, так сказать, монголоидных большевиков – это страшно, но янки, приплывающие через Атлантику – это тоже небольшое счастье. Тоже показатель определённых проблем в Европе и банкротства Европы, потому что представители аристократии, тем более, так сказать, австрийцы, французы, они с большим пренебрежением относились к американцам, что это очень богатые, конечно, люди и влиятельные, но культурки не хватает. Поэтому вот эта история 1945 года, когда Европа оказалась разделённой и освобождённой не сама собой, а русскими, советскими солдатами и американскими – это, конечно, банкротство. И наши герои, основатели Европейского Союза, они, конечно, не в теории, как мы сейчас это всё… Они испытали всё это на своей шкуре. Вот один из таких вот ключевых фигур европейской интеграции, европейской идеи – это Робер Шуман. Жан-Батист Николя Робер Шуман. Французский и европейский политик, премьер-министр и министр иностранных дел Франции. Один из основателей Европейского Союза, Совета Европы и НАТО. Важным вкладом Шумана в процесс евроинтеграции стал так называемый «План Шумана», выдвинутый им в 1950 году проект объединения каменно-угольной, железо-рудной и металлургической промышленности ряда западноевропейских государств. Он как раз по своему происхождению человек из Алтарингии, из этого региона. Проблемного региона. Из проблемного региона. И его родной язык, он вообще утверждает, что у Лексимбургский его родной язык, что он предпочитал на нём говорить. Поэтому он свободно знал немецкий, свободно знал французский и учился в немецкой среде. То есть, вот такой вот человек из пограничного региона. При этом очень набожный, очень верующий католик. И он, конечно, по своей общественной деятельности, он был человеком, который был близок к народной партии, народники, христианские демократы. Это, в общем, представители христианской демократии. Это ещё была достаточно сильная, можно сказать, даже мощная волна христианской демократии, которая сформировалась именно по итогам Первой мировой войны. Да, это была мощная волна, это была такая волна общественного католицизма, который воспринимает себя не просто как религиозное движение, а вот как мощную социальную программу. И его деятельность в межвоенной Франции, конечно, он был противником войны и возникновения Второй мировой войны. Когда случилась Вторая мировая война, он оказался в оккупации, его подвергли домашнему аресту. И он был очень известным публицистом, он очень был известным таким журналистом, публицистом, который обращался к католической аудитории. И его немцы стали склонять к сотрудничеству. Да, они стали убеждать его сначала сотрудничать с вишистским, может быть, правительством, с оккупационными властями. Он отказывался. Потом ему предложили просто, ладно, хорошо, пишите о своих, так сказать, социальных религиозных делах. Ну, просто как будто ничего не происходит. Сарководом, будто ничего не происходит. Он как бы и этот момент тоже отказывался. Его допрашивал один из гуэлянтеров, да, так достаточно сурово. Его угрожали отправить в концлагерь, если он не пойдет... Немцы много французам позволяли, уговорили их. Да, он был депутатом национального собрания в момент домашнего ареста. То есть он был уже вполне весомый, видный в политической фигуре. И он был первым депутатом национального собрания, француз, который подвергся аресту. Он в ходе этих бесед, в ходе этих бесед, он стал, как бы, у него было, по-моему, я не ошибаюсь, экономическое образование. И он так вот, ну, хорошо вел беседу и, значит, записывал подробности ответов этого гуляйтера. Пытался анализировать ситуацию, потому что это было время военной пропаганды. Понятно, так сказать, Германия трубила о своих успехах. Уже началась война на Восточном фронте. И Шуман пытался понять, что происходит вообще, да, какие перспективы войны на Востоке, соответственно, мировой войны и так далее. И он стал получать информацию о Холокосте на Востоке, да, потому что французских и вообще западноевропейских евреев их еще не убивали, их, так сказать, дискриминировали, преследовали, но не убивали. А вот на Востоке уже, так сказать, началось вот эти вот, ну, понятно, так сказать, все эксцессы, связанные с убийствами в Восточном фронте. И он, и он бежал из-под домашнего ареста и с помощью французского сопротивления перешел вот на эту зону, так называемую неоккупированную, да, вот вишистскую, Францию, да, вот эту вот, Петеновскую Францию, скажем так, где все-таки не так активно действовали немцы, где была французская полиция, и он так немножко себя вольготнее там чувствовал. И он напросился на обед, на котором присутствовал маршал Петен. Напросился, значит, на этот обед и задал вопрос, в общем-то, маршалу, в курсе ли он вообще того, что происходит, что творят немцы, да, и знает ли он о вот этих преступлениях массовых, которые осуществляются на Востоке немцами. Петен, как бы, так сказать, никак на это не реагировал, потому что в самой вишистской Франции уже стали приниматься, приниматься антисемитские законы. Да, 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 да. И он, так сказать, тоже вынужден был там переходить на нелегальное положение, и после войны, да, вот испытав, и он, так сказать, донес до газетчиков, до СМИ, потому что там все-таки было достаточно, вот, иностранные корреспонденты были, и так далее. Вот, что он первый человек в мире, да, так сказать, да, который донес информацию, да, вот, мировой общественности о Холокосте начавшемся, да. Это вот тоже, и это, конечно, в его глазах, в глазах глубоко верующего католика, это было такое, ну, чудовищное моральное банкротство Европы, да, что вот тот континент, который воспринимался как христианский континент, там, да, как континент, в том числе и христианского гуманизма, да, вот он устраивает такие чудовищные преступления, да, и, в общем-то, это делает довольно культурный немецкий народ. Вот, и потом он скрывался там на территории аббатства, да, то есть он вот всегда вот как-то был близок очень, близок очень был к церкви. Вот, ну, а в послевоенной Франции он уже там в 48-м году стал получать там министерские должности, посты, и поэтому, конечно, уже имел действительно политическую возможность, да, вот эти вот свои идеи, к которым он пришел еще, на самом деле, в межвоенный период о необходимости какого-то европейского объединения начать воплощать, да. То есть это был очень сложный путь, который сочетал с одной стороны его вот такие религиозные представления, представления христианского демократа и верующего католика, а с другой стороны вот его личный опыт столкновения с Германией, с, так сказать, гестапо и с преступлениями, которые совершили нацисты, пытаясь по-своему объединить Европу, понимаете, вот эти вот чудовищные преступления, которые творили немцы. Да, и банкротство, да, какой-то тоже великой идеей по-своему, да, и необходимость перезагрузки. И, кстати, вот сегодня уже упоминали Гиббельса, там, да, ведь немецкая пропаганда, где-то после 43-го года, она же строилась на концепции крепости Европы, да, крепости Европы, которая... Отцовы Европы. Да, я об этом еще хотел потом рассказать. Вот, это был один из отцов-основателей Роберт Шуман. А я скажу про второго. Так. А еще один Жан Мане. Жан Омер Мари Габриэль Мане. Французский предприниматель, дипломат, финансист, администратор и политический провидец. Влиятельный сторонник европейского единства. Считается одним из отцов-основателей Европейского Союза. Хотя Мане никогда не был избран на государственную должность, он работал за кулисами американского и европейского правительств, как хорошо связанный, прагматичный интернационалист. Мане был первым человеком, получившим почетное гражданство Европы в 1976 году. Его называют серым кардиналом Евросоюза, потому что именно этот человек был главным мотором создания этого объединения, хотя формально роль его была невелика. И вот тот же план создания Европейского объединения угля и стали, формально он называется план именно этого Шумана. Хотя на самом деле именно Мане был автором этого документа, и именно он предложил эту концепцию. Несколько слов про этого человека. Личность неординарная и небезынтересная. Жан Мане родился во Франции в городе Коньяк. Вы удивитесь, в семье торговцев коньяком. То есть это была семейная фирма негациантов, которые продавали этот коньяк по всему миру, и, соответственно, связи по всему миру они имели. И он в этой среде родился, и ему с детства было предначертано быть таким бизнесменом. Причем это был человек без высшего образования. Более того, он терпеть не мог все, что связано с зубрежкой. В школе он очень плохо учился, университет он бросил. В отличие от Шумана, который был бестсотельный интеллектуал, там библиотека, тысячи томов просто. Да, то есть Мане он никогда не любил вот эту вот науку. И никогда не любил теоретизировать. Это был практик. Вот такой человек торговый, человек, который любил делать такой практический бизнес, неважно, будет ли это какими-то там бумагами сопровождаться или нет. Так вот. Но его судьба резко изменилась с началом Первой мировой войны. И вот здесь он впервые сыграл очень такую важную и значимую роль. Когда началась Первая мировая война, Англия и Франция, чтобы устоять в борьбе против этого Второго рейха, вынуждены были скооперироваться. И, в частности, им срочно потребовалось закупать для армии мясо, сахар, другую продукцию. И вот тогда они пришли к идее о том, что давайте создадим совместные комитеты, которые будут закупать всю нужную продукцию. Скооперируем отдельные отрасли нашей экономики. Давайте скооперируемся, скооперируем английские, французские возможности. Создадим комитет, который будет на рынке по какой-то фиксированной цене закупать товары для нас. И вот именно Жан Моне был тот человек, которого поставили заведовать этими комитетами. То есть, в каком-то смысле, это прямой мостик к будущему объединению угля и стали. Он на практике тогда как раз стал этим заниматься. Отраслевая кооперация. Да. И он увидел, что это очень перспективно. То есть, в годы Первой мировой войны во Франции не было человека важнее Моне в плане закупок всего самого необходимого. Именно Моне потом еще предложил, а давайте мы скоперируем не только закупки, а давайте мы весь наш транспорт морской, который есть в государстве, объединим с английским. Так будет удобнее. И именно Моне был инициатором национализации всего французского торгового флота и создание специальной организации, комитет по морскому транспорту, который объединил вообще все торговые суда, которые были у Англии, Франции, Италии, у других стран Антанты. То есть, он будет работать как единый механизм. То есть, вообще Антанты – это опыт межгосударственной интеграции, который предшествовал Евросоюзу. Об этом часто забывают. Сразу после войны эти комитеты были распущены. Но опыт-то остался. И Моне стал носителем этого опыта. С началом Второй мировой войны Моне опять с этими деньгами обратился. Давайте мы опять будем делать то же самое. Моне послали в Америку для того, чтобы он закупал разнообразную продукцию американских фирм для Франции. После того, как Франция потерпела поражение, Моне остался в Англии. Кстати, здесь еще вспомним знаменитый проект Черчилля 40-го года об англо-французском союзе. Когда накануне капитуляции Франции… Там даже, я бы сказал, что не союз, а слияние. Да. Великобритании и Франции. Да, накануне капитуляции Франции Черчилль выступил с таким призывом, а давайте создадим франко-британское сообщество с единым гражданством, с единой валютой. То есть, идея была в том, чтобы не дать Франции выйти из войны. Ну и что, что вы там потеряете капитуляцию? Да, генеральную Францию. Мы одно государство, поэтому просто теряете Париж. Ну хорошо, но война продолжается. Но Лондон у вас остается. У вас остается Лондон, и ваши колонии работают на общую победу. Вот, да, это все будет. И наши, и ваши колонии. Так вот, интересно то, что настоящим автором этой идеи был не Черчилль. И не его секретарь, который писал этот проект, а настоящим автором был Мане. Именно Мане предложил эту идею, предложил ее Черчиллю. Причем сам Черчилль отнесся к ней скептически, но подумал, ну, чем черт не шуть, а того сюда сца французов не дать им выйти из войны. То есть, вот эта идея, это идея Мане. И это не просто идея. Черчилль произнес соответствующую речь в парламенте, получил поддержку палаты. И французский премьер, Поль Рейно, он тоже поддержал эту концепцию. То есть, в принципе, это было вполне возможно. И только из-за того, что, собственно, во Франции произошел такой, ну, скажем так сказать, переворот конституционный, но, тем не менее, чрезвычайные полномочия получил Петен, да, и подписал, в общем-то, капитуляцию, да, сдался. Петен испортил эту игру. Испортил, ну да. Потому что Петен сказал, что мы не будем воевать за английские интересы последнего француза. Мане продолжал свою активную деятельность. Он потом вступил в тесные отношения с Деголем, хотя с Деголем у него были и важные идеологические разногласия, потому что Деголь очень не любил американцев-англичан, отстаивал идею величия Франции. А Мане, наоборот, считал, что без Англии и без США никуда. Да, у него, по-моему, такая доля была довольно любопытная, он был руководителем англо-французского комитета в Соединенных Штатах. Вот такая вот небольшая такая деталь, которая характеризует действительно вот его масштаб личности. То есть, он был вхож и в Белый дом, и на Даунин-стрит, и к Деголе, и так далее. То есть, такая трансатлантическая уже... У Мане была записная книжка, которую называли самой грандиозной записной книжкой в мировой истории, потому что в ней были чуть ли не все имена-фамилии ведущих политиков Запада. Причем, у Мане была четкая идея. Франция не должна пытаться восстанавливаться только на свои деньги. Это будет слишком долго, трудно, и к тому же это обособит ее от союзников. Он как раз считал, что мы должны очень тесно экономически кооперироваться с англичанами и с американцами. И, собственно, вот эта идея кооперации, она у Мане четко присутствовала. И вот после войны, уже когда экономика стала восстанавливаться, Мане решил, а почему бы нам, вот к этой послевоенной Европе, не применить вот те самые схемы, которые я реализовал в годы мировых войн. Вот были в годы Первой мировой эти вот исполнительные комитеты, да, вот отраслевые. А почему бы нам теперь эту идею уже в мирных условиях не воспроизвести? Ну, практика, которая вот 30 лет назад. И он выбрал две отрасли, которые тогда были ключевыми. Вот сейчас вот мы, когда говорим уголь, ну, что уголь, ну, обычный энергоноситель. И вообще Европа от него отказывается. Зато если мы сейчас посмотрим, что творится с нефтью и с газом, да, вот этот Северный поток-2, вот это да. Это уже ближе. Так вот представьте себе, что тогда уголь, это было то же самое, что нефть и газ сейчас. И ценнейшие в Европе источники угля находились в Германии. То есть это Саарский и Русский угольные бассейны. Собственно, вот та вот индустриальная сердце Германии, за которой шла борьба. Так вот, Франция была жизненно заинтересована в германском угле. Причем он нужен был ей дешевый и доступный. Без этого французская индустрия после войны не могла существовать. А германский уголь после войны находился в ведении союзных оккупационных комиссий. То есть Германии тогда этот уголь фактически не принадлежал. Союзники распределяли его по собственным каким-то решениям. И ехала все страны Европы по каким-то квотам. Но было ясно, что такая ситуация не может продолжаться бесконечно. И так или иначе, после войны немцы опять вернут контроль над углем себе. А тогда Германия, получив этот мощный ресурс, боялись французы опять что-то вооружаться, опять что-то усиливаться. Надо это предотвратить. И вот Мане предложил, а давайте мы вот этот ваш уголь и сталь поставим под общий контроль. Объединим эти отрасли. Потому что если Германия не сможет самостоятельно распоряжаться сталью и углем, она никогда не сможет готовиться к новой войне. То есть вот давайте заложим это единство как раз на базе этих отраслей. Но вот тут что интересно, именно совместно распоряжаться. Более очевидной империалистической идеей какая была бы. Ну Германия виновата в мировой войне, мы Германию наказываем, и мы просто лишаем ее суверенных прав на этот уголь. И будем сами решать без нее. А еще лучше всего весь уголь дадим Франции. Потому что во Франции были идеи о том, что надо максимально получить репарации с Германии, вывезти оттуда транспорт, вывезти оттуда локомотивы, вывезти оттуда все заводы, все оттуда забрать, взять себе в качестве компенсации и усиления. А немцы как-нибудь будут, мы им будем продовольствие присылать, чтобы они на что-то это скатили. У Франции была идея, с которой она наносилась еще после Первой войны. Давайте от Германии отрежем Саар. Конечно, индустриальное сердце. Отрежем Саар, там Саарский угольный бассейн, и сделаем его или частью Франции, или пусть это будет государство, ну типа Люксембурга. Независимое. Под французским контролем. И Франция очень хотела это сделать и после Второй мировой войны. Но судьба Германии решалась не Францией. В Поздаме союзники Англия, США, СССР решили, что Германия останется единой. И какие-то французские там сепаратные схемы они не пройдут. И то, что Франция в послевоенные годы пыталась все-таки провернуть эту Саарскую схему, она не сработала. Французы поняли, что нет, им не позволят это сделать. И при этом потом Мане предложил такую более, на самом деле, интересную идею. Не грабить Германию, а найти какую-то формулу, при которой, с одной стороны, ты не будешь опасаться вот этого усиления внезапного Германии и ее реваншистских настроений возможных, а с другой стороны, сама Германия не будет чувствовать себя ограбленной и униженной. Вот это вот так. Это имело какую-то перспективу в это предложение. И вот здесь третья фигура. Третий отец-основатель Конрада Денауэр. Так, смотрите, у нас осталось буквально пять минут. Вот что мы сейчас сможем сделать с нашими отцами-основателями за пять минут? Вот. Аденауэр появился. Важно? Важно. Давайте ему короткую характеристику. Два слова об Аденауэре. Конрад Герман Йозеф Аденауэр. Немецкий государственный и политический деятель. Первый федеральный канцлер Федеративной Республики Германии. Начав политическую карьеру во времена Кайзеровской Германии и Веймарской Республики, Аденауэр решительно отверг национал-социализм и после прихода к власти Адольфа Гитлера ушел со всех постов. После поражения нацистской Германии во Второй мировой войне Аденауэр основал и возглавил Христианско-демократический союз Германии. Аденауэр был сторонником социальной рыночной экономики, политической свободы, занимал твердую антикоммунистическую позицию. Был также сторонником европейской интеграции и активного участия ФРГ в военном блоке НАТО. То есть германские политики были разные. Кто-то ориентировался на Россию, кто-то на Великую Германию. А вот Аденауэр это был человек, который изначально был ориентирован на сотрудничество с Францией, с Великобританией, с США. И не случайно его и после Первой мировой войны поставили руководить этим Кёльном. И сразу после того, как Кёльн был освобожден в 1945 году, его опять отыскали и сказали, давай, руководи. То есть это был человек, который был ориентирован четко на Запад. Почему американцы пошли на то, чтобы позволить Франко-германскому Союзу состояться? Потому что они понимали, что бороться с СССР в одиночку им будет затруднительно. Им нужно создать такую конфигурацию в Западной Европе, которая будет под их контролем, она будет им удобна и позволит им как раз-таки... Нужен был хороший младший партнер. Да, полезный младший партнер. Управляемый. Да, управляемый. Вот этим младшим партнером и должна была стать объединенная Европа. И я хотел бы еще раз подчеркнуть, что Аденауэр, он, кстати, тоже христианский демократ. То есть мы видим, что вот эта роль христианской демократии, она очень важна в становлении Европы. Но вот уже не остановлюсь подробно на их биографии в нас на премии, но Испак, да, и Бельгиец, которые вы упоминали, и Спинелли, итальянец, они как раз были выходцами из социалистической среды. И даже, может быть, Спинелли даже по молодости им коммунистам был. То есть среди отцов-основателей мы видим христианских демократов. Вот у нас составляющие, да, как бы идейные составляющие. Христианская демократия. Христианская демократия. Социалисты. Социалисты. Несоветские социалисты, да, естественно, там, да. И либералы, да, рыночники, которые, так сказать, да, везде присутствуют. И франко-германская ось как основа этого нового объединения. Потому что была, конечно, своя роль там у Великобритании, у Италии, но в основе было положено именно объединение Франции и Германии. Потому что и отцы-основатели, и те, кто стояли за сценой, те же американцы, понимали, что без сближения Франции и Германии Единая Европа не состоится. То есть, скажем так, если резюмировать, да, на национальном уровне это компромисс Франции и Германии, а на идеологическом это соглашение христианских демократов, социал-демократов и либералов. Вот три идеологических столпа Европы. И главная национальная ось, ось Германия-Франция. И плюс еще сюда добавим идея противостояния России. Идея противостояния России. Восточной опасности или вот Россия конкретно в любом ее историческом обличии? И то, и другое. И то, и другое. Вот эта восточная опасность, она фигурирует и во всех документах тогдашнего Европейского Союза. Да, они постоянно упоминают, что вот есть угроза с Востока, мы должны объединиться, иначе Европа падет перед там... Ну, собственно, только вот эта угроза и подвигла британцев, да, и американцев поддержать этот проект. Потому что, строго говоря, если бы не было этой угрозы с Востока, ну, зачем англичанам или американцам объединенные Европы? Да, потом еще была идея создания объединенной европейской армии, восходящая корнями еще к германской этой крепости Европы 43-го года. Вот о чем бы упомянули, немцы в 45-м году уже начали формировать армию Европы под эгидой СС. И вот тогда, в 50-е годы, вот уголь и сталь объединить получилось, да, потом евроатом, атомную промышленность объединить получилось, а вот армию объединить тогда не получилось и до сих пор не получилось. Да, да, до сих пор не получилось. То есть, европейская интеграция, она с самого начала имела определенные границы, потому что эти страны не были готовы полностью расставаться с своим суверенитетом, да, и они не были готовы жертвовать наиболее важные составляющие этого суверенитета. То есть, изначально европейская интеграция все-таки, она была локализована в определенных сферах. Ну, и не без участия, конечно, британских и американских друзей, да, которые вполне нормально воспринимали идею, так сказать, да, экономической кооперации, да, такого некого политического объединения, да, как младших партнеров. Но если военная, то нет, только под нашим контролем. Только под нашим контролем, а просто без нас не надо. Европейская интеграция во всех ее проектах, планах, имела сильную трансатлантическую зависимость. Конечно, 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 потому что объединенные... Это вот тот контекст, да, в котором рождалась нынешняя единая объединенная Европа. Абсолютно, и вот эта проблема, она до сих пор существует внутри ЕС, потому что есть те, кто... Есть ЕС, а есть НАТО. Да, то есть внутри Евросоюза есть те, кто считает, что Евросоюз должен быть более суверенным, а есть те, которые говорят, что евроатлантическая солидарность – это альфа и омега Европы, и отказаться от этого нельзя. И вот эта дискуссия, она продолжается, и они изначально шли рука об руку. Так, и восточные фобии, скажем так, изначально заложены в генофонде нынешней модели, да? Да, и если мы посмотрим на современную ситуацию на Украине, да, если мы увидим, как Европа пытается коллективно сдерживать Россию, российскую агрессию, как они называют, против Украины, открываем трактат этого Куденхоффа к аллергии, и прямо вот один к одному, как он пишет, вот эти идеи, они транслируются в современность. И вишенка на торт к аллергии сменил на посту руководителя Пан-Европейского союза общественной организации Отто Габсбург, да, последний наследник Австро-Венгрии. Так, я даже не знаю, какой финал, но, как говорят, сапиенти сад, да, чтущее, да, разумеет, и слушающий тоже, да, понимает. Мы вам сегодня очень многое сказали, мне кажется, и вполне так убедительно. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Спасибо. Смотрите программу «Эстериада». Смотрите программу «Эстериада»